Эту ситуацию нужно рассматривать с двух точек зрения. Первое, что касается бюджетирования в этом селе и транспарентности, то есть публичности всего этого процесса. Мне вообще-то очень странно, что примарь сознается в том, что он собрал финансовые инспекции, что были пробюджетированы намного большие суммы, чем нужно было в 2019 году. И с моей точки зрения это является очень четким нарушением законодательства. И за это господин примарь должен принести ответственность, потому что публичные деньги вместо того, чтобы были запланированы другие важные социальные или другие цели, они были отправлены в это село. И это, я уверен, что это является правонарушением, за которое примарь должен нести ответственность. И финансовая инспекция Гагаузской автономии, финансовая инспекция Республики Молдова должна это рассмотреть, и виновный должен быть наказан. Тот факт, что господин примар еще и хвастается тем, что он, в принципе, обманул государственные органы в процессе бюджетирования, является запилючим, с моей точки зрения. Второй аспект, которым нужно рассматривать эту ситуацию, это касается прозрачности бюджетирования. Общеизвестный факт, и это прописано во всех законах Республики Молдова, что процесс принятия бюджета должен быть транспарентным, и я уверен из того, что вы опубликовали документы, в которые я посмотрел, что этот процесс, вот этот этап не был должным образом имплементирован в этом селе. А попытки господина примара, попытки нападок на журналистов, то есть перевести стрелки, это называется, с конкретного нарушения, которое было в этом селе, под его руководством, с его инициативы на журналистов, это лишний раз доказывает, что примар, как есть пословица, что он чувствует себя виноватым, поэтому пытается перевести стрелки. В любом цивилизованном демократическом обществе такого рода нападки неприемлемо, и, конечно же, господин примар должен отвечать за свои собственные тияния и за свои поступки, а не пытаться перекладывать ответственность на других. Все, что вы написали, он же сам не отритает. Фактически все, что было написано, соответствует действительности. А то, что примар пытается сейчас перевести огонь с кавычками на других, это не делает ему чести в любом случае. Есть закон, вообще-то, есть уголовный кодекс, статья 108, 80-я, пункт 1, по-моему. Там прописано, что за преследование, за критику, публичные люди, которые занимают публичные должности, могут понести наказание. И если такого рода случаи будут иметь место у вас, тогда вам нужно будет обратиться в полицию с тем, чтобы он был наказан по всей строгости закона.